Нам приготовили пиранью, рис и жареные бананы. Молодец, дети купают, здесь же моют одежду. Привет, новый день, новая серия. С вами снова я, Карл Аправан. Я нахожусь где-то в заднице мира, посреди амазонских джунглей. В комфортабельном номере. Сейчас пойду на завтрак. Сегодня, значит, вчера я должен был поехать на охоту на Кайманов, но мы ее перенесли. Я взял другой тур, более крутой. У меня будет 2 дня и 1 ночь в джунглях Амазонки. То есть я проведу полных 2 дня и 1 ночь. Мы будем ночевать в кемпинге, в палатках, посреди джунглей. Я думаю, это крутой опыт, стоит попробовать. Единственное, на улице стоит жуткая жара и духота, но одно из условий, мне надо одеть длинные штаны и кофту на ночь. К сожалению, рубашки у меня нет, у меня есть только футболки, чтобы руки были закрыты. Это от комаров, чтобы комары тебя не кусали. Потому что комары, как я уже говорил раньше, они самая главная опасность в джунглях Амазонки, потому что комары распространяют такие болезни, как лихорадка ДНГ, как вирус ЗИК, но и, конечно, самое главное и самое страшное – это малярия, которая не лечится. В зависимости от сложности протекания, от малярии можно умереть в первые 48 часов, даже без вариантов на лечение. Поэтому малярии очень сильно здесь опасаются. Ну и не зря. Значит, вообще это место, куда они не пускают без прививочного сертификата. У меня есть прививочный сертификат. В частности, у меня есть прививки от дифтерии, но это у всех есть, кто живет в России. И есть прививка от желтой лихорадки. Для посещения этого места это обязательно. То есть это не рекомендация, это обязательное условие. Вчера при заселении мне настойчиво просили не пить воду из-под крана. Я, конечно, не знаю, кто пьет воду из-под крана здесь. Я даже в Москве воду из-под крана не пью. И дали кувшинчик с водой. Вот я сегодня ей почистил зубы. Потому что это одно и то же. Что попить, что зубы почистить. Потому что там внутри десны, ранки, все это может легко впитываться. Сейчас одеваюсь, иду на завтрак. И поедем в тур. Нам выдали запас еды. Ну как еды, воды точнее. На день. Сейчас мы идем вот по такой жиже. Это уже мне нравится гораздо больше. Всяки по пути нам, ну, нам, мне. Идет показывает всякие штуки. Интересно. Если будет что-то увлекательное, я обязательно включу камеру вам покажу. Просто проблема в том, что я ухожу на два дня и одну ночь. И ночью будет еще охота на крокодина-кайманов. И поэтому я очень сильно берегу батарейку. Сейчас мы идем по плантации, где выращивают юбку. Вот здесь вот есть железное дерево. Здесь растут бананы. Вот так вот они вырубают джунгли. Потом сажают сюда юбку. Юбка вызревает за 4 месяца. Потом ее собирают и едят. Бананы вызревают за 7-9 месяцев. Фух, жарко. Я бы даже сказал, скорее, душно, чем жарко. Вот так вот выглядит юбка. Когда юбка вырастает, ее корень едят. Она по вкусу очень похожа на картошку. Просто волокнистая такая картошка. Вообще 90% всех медицинских препаратов, добываемых на земле, добывают в Амазонке. Здесь просто кладезь всяких растений, из которых синтезируют различные активные вещества, которые борются с заболеваниями. Представьте, 90% всех лекарственных растений растет здесь. Сейчас куплю на каяках. А, вот они жилеты. Вот так вот, где-то Амазонка. Только начали. А? Нет, позже. Вот здесь дети купают, здесь же моют одежду. Вот так вот. Вот так вот выглядит лодка. Поставляют сюда припасы. Или наоборот отвозят. Много местных. Вот, и мы сейчас на каяках поплывем. Вон через те проходы туда уплывем. Плывем на каяке по Амазонке, где-то в джунглях. Там с нами еще два каяка. Это мой гид. Ола. Ола. Вот так вот выглядит Амазонка впереди. Реально очень круто. Сегодня мы будем смотреть пираньи, кайманов, разных животных. Все это я буду вам показывать. Да, какие-то электрические угри. Тут есть все это, здесь водится все это под нами. Субтитры сделал DimaTorzok Мы вышли из маленького притока реки на большую реку. Вот так вот сейчас это выглядит. Идем по таким зарослям. Все, вот здесь эта река. Просто вот эти заросли. Как это называется маленький приток? Рая балса. Рая балса? Рая балса. Рая балса. Рая балса. В общем, плавающие эти. Плавающие растения, они все время на поверхности находятся. Мы вот такими протоками идем. Вот, но ширина реки сами видят. Устал сидеть в одном положении. Вот нам еще грести туда до самого конца. Время ланча нам приготовили пиранью, рис и жареные бананы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот здесь все выступают изнутри, а потом снаружи. Вот такая вот конструкция. В принципе, вот так все местные лодки выглядят вот так вот. Абсолютно все. Прикольно. Местные мастера. Я капитан Джек Воробей. Так вот здесь у меня попугаи. У него очень... He's very strong. Аттракцион тут такой. Вот так попугаев здесь покормили. Они здесь все еще трутся. Смотрят, что еще тут есть из еды поедут. Доедают крошки. Гавкают. Очень красивые птицы. Одна на плече посидела. Он очень сильные когти прямо сидит. И он прямо впивается. Плечо. This is Ara? Ara. Ай, да, маленькая. Ай! 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 Продолжение следует...